Для начала давайте разберем телефон. Всем привет, с вами Руслан. Сегодня на ремонте телефон Honor 4C Pro, он же Honor 5A. Включился фонарик. Вот с таким вот разбитием дисплейного модуля. Но клиентов не устраивает. К тому же появились уже желтые пятна, так как трещины давят на экран. И давайте сегодня заменим дисплей. Для ремонта блок приобретен дисплейный модуль такого типа, белого цвета. Для вас ссылочка будет в описании. Проходите, смотрите, покупайте. Все ссылки будут проверены. Для начала давайте разберем телефон. Для этого выкрутим все винты по периметру корпуса. Их здесь не так много. Достанем карту памяти. Телефончик у нас почему-то зазвонил. Это такая реакция на извлечение карты памяти. Первый раз такой встречаю. Ничего, будем знать. Самое главное, вовремя выключили, чтобы YouTube нас не забанил. За использование данного трека. Как обычно, некоторые винты у нас не хотят избегаться отверткой. Возьмем их с помощью пинцета. Кстати говоря, винты все у нас одинакового размера. И в дальнейшем мы их просто не перепутаем. Ну что, почти все винты выкрутил. Вот здесь таится еще один винт под пломбой. Давайте вскроем эту пломбу. И достанем этот последний борт. Далее можем ногтями, можем палкой-говарялкой. Я предпочитаю это делать. Между рамкой и средней частью корпуса заводим свои ноготочки. И снимаем среднюю часть. Вот так она выглядит. Здесь у нас вибромотор, динамик и какие-то антенны. Нам это не интересно. Откидываем аккумулятор. И выкручиваем винты, которые держат аккумулятор. Так как он нам будет мешать. Этот хон расчет из той пьесы, когда они не клеили аккумулятор на клей. А прикручивали его вот такой вот балдой к корпусу. То есть клея здесь вообще нет. Аккумулятор приклеен только к этой металлической основе. Убираем аккумулятор в сторону. Далее нам потребуется отстегнуть коннектор, который держит шлейф дисплейного модуля. И легким движением руки отклеиваем шлейф. Разогреваем сепаратор до 70 градусов. Ложим наш дисплейный модуль вниз стеклом. И ждем полного прогрева телефона. Кто не видел распаковку сепаратора, ссылочка выскочит вот здесь. Также будет ссылочка на сепаратор в описании. Проходим, смотрим, покупаем. Ну что, телефон у нас хорошенько разогрелся. Берем остаток наш от лезвия. И между рамкой и дисплейным модульом заводим это лезвие. Далее потребуется какая-нибудь пластиковая карточка. В моем случае это все тот же остаток от защитного стекла. Стараемся попасть под подсветку. Не в подсветку, а под подсветку. Возможно дисплей после снятия выживет и останется нам в качестве донора. Но это не точно. В виде трещинка также подлазим. И срезаем наш дисплей, пока он не остыл. Шлейф находится в нижней части телефона. Поэтому верхнюю можно спокойно резать. Без всяких там шлейфов. Дошли до нижней части. Теперь можем аккуратничать. Но в принципе мне этот дисплей не нужен. Так что можно его и поломать. Еще раз подсоуем лезвие. Телефон уже остывает. Срезаем. Изопропанола не добавляю, чтобы лишний раз не нюхать его. Какой-то изопропанол в последнее время пошел. Вонючий. Не нравится мне абсолютно, как он пахнет. Раньше был не такой. Итак. Есть. Сняли старый дисплейный модуль. На вид он вполне целый. По ходу дела даже не треснул. Ну ничего, оставлю. Пригодится. Далее. Снимем отсюда сеточку динамика. Берем старый модуль. Вот так она выглядит. Здесь имеется грязь. Возьмем. Щеточкой сразу же почистим. И старый клеит сюда тоже уберем. Есть. Также уберем остатки от старого двухстороннего скотча вспыненного. На котором держался дисплейный модуль. Чтобы новый модуль у нас лег ровно. И кусочек стекла у нас еще внизу остался. Также его убираем. Динамик естественно. Подчищаем. Новый модуль берем. И подкидываем. Пока что без сеточки. Сеточку поставим потом. Аккумулятор. И проверяем. Есть картинка. КОМЕРТИ ВИТОМАНЫЙ СИС телефончик на запустился проверяем тачскрин отзывается вполне корректно сам телефон подтормаживает силу своей старости телефончик уже не новый все нажимается и давайте в звонилку даты время разбилось но это нам нужно звонилки все также отзывается дисплейный модуль он вполне рабочий отключаем аккумулятор отключаем дисплейный модуль выбираем пока его сторонку вот теперь берем и запропонул и чистим нашу рамочку рамочка у нас уже потихоньку начинает резкаться итак почистили рамочку сразу же ее обезжирили тем же изотропанолом фокус вернись я еще прохожусь по углам скальпелем чтобы эту грязь которая в уголках у нас скопилось тоже отсюда вытащить вот эти вот обломы ши рамки желательно тоже сюда вырывать иначе могут повредить они у нас матрицу новую все вымели весь мусор снова дисплейного модуля снимаем вот эту вот синюю наклейку к сожалению опять у нас магазин приклеил свою дырочку на подсветку потихоньку мы снимем главное не оторвать подсветку постоянно вот с этими вот аппаратами приклеивают вот эту вот маркировку они на подсветку многие мастера эту наклейку синюю снимают я снимаю она там не должна быть она лишний раз утолщает дисплей который так не оригинальный естественно и он толще чем оригинал наносим клей по периметру клей т7000 ссылка в описании не сильно толстым слоем здесь особо много не надо рамочка у нас ровненькая все будет держаться очень хорошо не забываем про сеточку динамика которую мы сняли смотрим как она стояла вот у не спас есть и ставим ее также в новый дисплейный модуль продеваем сеточка у нас на месте дисплей у нас лег хорошо ничего нигде не выпирает подключаем шлейф шлейф у нас к сожалению новый без клейкой основы но ничего прервется аккумулятором я думаю и опять проверяем есть картинка вот только грязи из рамки сыпалась ждем запуска телефон запустился все работает ну что ж дорогие друзья телефон у нас собран стянут на резинке я стягиваю именно на резинке есть умнее прищепки и зажимы но на них помягче на резинках бывали случаи когда на прищепках лопается стекло было даже лопалась матрица сама карту памяти установил на место чтобы не говорили что утащил был случай когда сказали что утащил карту памяти карта памяти на месте телефона с полностью функции крирует тачки называется корректно и подсветки вам на камеру плохо видно но подсветка вполне нормально то есть у меня сверху светит фонарь поэтому подсветку на дисплее глушит вот такая была замена дисплейного модулях на honor 4c pro ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал с вами был руслан до новых встреч пока пока с вами был автор и обладают и и и и и